Снова здравствуйте, всем привет! Итак, вот такая сетка получилась у Таноса. Как это сделать, сейчас будем рассматривать. Это как в плане конспекта. Спасибо за информацию Максу Надольману, ссылка на его канал в описании. Итак, как это все дело делается? Давайте рассматривать. Итак, вот это у нас сетка с предыдущего Таноса. Вот так, это дайномешевская. Давайте сделаем ему значит ZRMesh. Посмотрим, что может ZRMesh и сравним с верхним вот этим софтулом, с верхней моделью. Так, значит делаем первое дело, что дубликат. Потому что здесь все объединено, склеено. Это модель после дайномеш, повторюсь. Отключаем нижнюю модель, переключаемся на верхнюю и делаем, значит, геометрии ZRMesh Legation Включите У меня вот без него не работает ZRMesh пишет error Ставим на единичку где-то ZRMesh Так, у нас получилась вот такая вот сетка Лицо, конечно, в хлам Вот вы видите Ну, будем сейчас это дело еще поднимать Ctrl D, Ctrl D Вот 426 тысяч полигонов Переключаемся в саптулы Подключаем нижний саптул Именно с цветом, с текстурой Ну, с раскраской вот этой И делаем На С нижней текстуры Точнее, с нижней модели на верхнюю Projectal Так, все это дело прогналось Смотрим, что получилось Ну, в принципе Модель хорошо выглядит Вот такая у нее сетка Не сказать, что тоже Плохая Ну, хорошая, наверное, сетка Вот так вот Так, если теперь мы будем делать развертку Давайте отключим этот нижний саптул Делаем теперь вот этому персонажу развертку Подключим и посмотрим, что получится Какой будет у него внешний вид, да? Так Жмем Итак, нажимаем The Plugin UV Master Нажимаем World Tone Clone Будет делаться развертка С самого первого Именно вот этого Дивайда Unwrap Этот первый у нас 6 687 Так Все, прогнался Теперь The Plugin Copy Копируем наш вот этот цвет На персонажа И делаем Past Прикрепляем этот цвет Добавляем текстуры map Значит, крит New from polypaint Добавляем развертку И чтобы она сохранялась в 4К Ну вот здесь UV map Ну вот здесь UV map ставим 4К, 2К, 1К А там уже, черт ее знает 50К Или 05К Так, так, текстура map Так, текстура map Все, вот теперь Прикреплена она И нам нужно До первого Sub Tool Ну, это 6000 полигонов Персонаж выглядит Ну вот таким вот образом Низкополигональный Вот такая штука Значит, теперь Если мы прибавим на второй Subdivide Вот Второе Подразделение Второе Ну вот уже получше Для анимации В принципе Вот 26 тысяч полигонов Вот Такой у него Внешний вид Смотрим Глаз Нету Вот Вот это все Дело тут Склеилось Срослось Такая штука И так Теперь Вот Персонаж После The Plugin The Wrap Сделаю Сейчас вам Посветлее Экран Так Central Вот такая штука Кстати Так Отойдем пока От сетки Зараз тогда Уже по цвету Если вам нужно Изменить Цвет Именно Вот этого Интерфейса Это В верхней кнопке Внизу У меня конечно Обрезанная Запись Не видно Такие полоски Туда сюда И если вам нужно Изменить Именно Настройку То рядом Тоже Вот есть Такие Ползунки Вперед Назад Влево Вправо Вот вы их Понажимаете Это где Детали The Script Вверху Так И так Вот такая Сетка После The Wrap Вот Так она Выглядит Это 7000 полигонов Вот Смотрим Без Поле Что Что у нас С глазами Ну Вы видите Что глаза В принципе Можно Ставить Косточки И Анимировать Вот Такая Штука Хотя Я их Тут А ну Ка Давайте Ближе Посмотрим Не Есть Там Вот Эти Впадины Вон Они Так Если Сейчас Мы Отключим Цветность Да Впадины Есть Вот Они Для глаз Место Есть Можно Кстати Потом Еще Если Что Тут Чуть Чуть Поубирать Поуглубить Именно Вершины Полигоны В Блендер И тут Можно Кисточкой Вдавить Чуть Чуть Подкорректировать Ну Такая Штука Это Низкая Сама 7000 Полигонов Так Геометри Прибавляем До Второго Вот Здесь У нас Получается Уже Значит 29632 Ну Тут Это Уже Прям Можно Использовать В анимации 29000 Полигонов Я думаю Это Нормально И Повторюсь Вот Такая У него Сетка Вот Такая Так Сделаем Теперь Значит Развертку Отключим Нижний Вот этот Саптул The Плагины UV Master Так Word Unclone Unwrap Видите Как быстро Прогоняется Даже На слабом Вот у меня Слабый Ноутбук 6000 Ну 20000 У меня он делает Нормально Еще Теперь Копии UVS Находим О Пардоньте Так Находим Вот этого Персонажа Или какой Тут у нас Вот этот Почему-то Он без Цвета А Я не Включил Цвет Извините Повторяем Попытку Копии Так Он уже Не подставляет Ну ничего Не беда Сделаем Еще раз Word Unclone Unwrap Сделаем Копии Применяем Цвет Past Идем В текстуры Так Текстуры Map New From Poly Paint Это Вот 5 Subdivide Вот этих Понижаем Смотрим В каком Виде Он Ну Согласитесь Что У него Внешний вид Лучше Чем После Значит ЗРМС Вот Если делать Анимацию То Вот На втором 29 тысяч Полигонов Допустим Берем Для персонажа Кто-то Скажет Это Многовато Но Вот Это Выглядит Уже Хорошо Прикрепленная Разверткой Вот Так Он Выглядит Но Тоже Неплохо Так Рассмотрели Сетку Рассмотрели Персонажа Вот Такое Что-то Да Так Стала У нас Одна Полигруппа Все Объединилось Все Хорошо Так Все Это Понятно Давайте Разбираться Как Это Все Теперь Сделать Итак Открываем Load Tool И Закидываем Вот Этот Исходный Значит Base Mesh Открываем Он Подключается Мы Вытаскиваем Edit Уменьшаем Его Можно Включить Так Перспективу Выключаем Включаем For Он Большой У нас Не проблема Надо Его Немножко Уменьшить И Надо Мне Переустанавливать Уже The Brush Потому Что Здесь Что-то С ним Происходит Иксимметрия Skyl Уменьшаем Персонаж И Опускаем Его Вниз Сбился Он Чуть Чуть У меня Так Удаляем Вот Эти Все Саптулы Глаза Волосы Нам Не Понадобятся Это Значит Delete А у вас Делаем ему Дубликат И На этот Дубликат Импортируем Нашего Персонажа Значит Таноса Открыть Загружается И так Вот он У нас Танос Что Нам Нужно Сделать Нам Нужно Верхнего Персонажа Вот Этого Подогнать К нашему Таносу Так Подставляем Через Alt Можно Вниз Поставить На самый Низ Гизму И он Будет Уменьшаться Именно От уровня Пола Так Более Менее Выравниваем Так Состыковываем Подгоняем Его Чуть Чуть Вот Сюда Так Нужно Чтобы Он Ровно Стоял Симметрично Вот Такая Штука Получается Значит Теперь Что еще Можно Сделать Если Флур Подогнать То Можно Еще Немножко Уменьшить И Приподнять Чтобы Уровень Ног Был Хотя Б Ну Как На Уровне Правильном Так Можно Давать Его Чуть Чуть Побольше Так У нас Включен Значит Нижний Саптул И Включен Верхний Саптул Верхнему Саптулу Мы Понижаем Геометри Дивайды Вот Этот Стоп Дивизии Значит На Первые Дивизии Получается У нас Вот Так Вот Выглядит Персонаж Вот Такая У него Сетка Так Теперь Флип А Файл Так Не файл Геометри Запутался Цвет Чуть Чуть Поярче Чтоб Он Виднее Было И Тут Вопрос В чем Что Мешает Постоянно Вот Этот Значит Рот Сейчас Нужно Найти У нас Рот Мов Находим Где Этот Мов Драв Сайт Поменьше Через Shift Выбираем Все Это Дело Так Так Здесь Вот Эта Часть Вот Эта Часть Она Парит Мозг Значит Чуть Кисточку Еще Поменьше И Ксимметрию Включаем И Через Control Вот Это Желательно Замаскировать Так Этот Не Мешает Вот Так Мы Это Все Дело Тут Смотрим Чтоб Не Залезть Никуда Вот Так Это Мы Замаскировали Теперь Снимаем Маску И Нужно Вот Эту Часть Тоже Замаскировать Она Потом Проецируется Тоже На Персонажа И Ее Потом Удалять Это Целый Гемор Так Что Тут Еще Главное Не залез Никуда Это Вот Control Alt Чуть Чуть Мы Это Дело Давайте Почистим По Полигонам Так Control Z Control Z Ну Чтоб Никаких Кусков Не Оставалось Так Кисточку Поменьше Нудно Это Конечно Стукенцы Но Во Все Почистино И Оставляем Все Это Дело Маскированным Control Значит Shift Делаем Проецирование Всех Моделей Именно Видными Вот Такая Штука Дублируем Информацию Значит Здесь Стоит На Первых Сабдивизиях Понижен Нижний Персонаж Пусть Будет Включен Так Текстуры У него Ну Рассказки Нет Вот Пускай Будет Включено Так Или Давайте Посмотрим Нет Давайте Пусть Будет Включено Вдруг Пропадет Рассказка Потом Будет Не очень Хорошо Так The Плагины И Заходим The Wrap Start The Wrap Это Информация Повторюсь От Макса Надольного Ну Итак Вот Исходник Это Наш Значит Персонаж Что Нужно Сделать Это Sync With With Вот Этот Это Значит Синхронное Вот Это Движение Персонажей Можно Отключить И Будет Одним Можем Руководить Одним Нет Есть Такое Дело Тоже И Что Нам Нужно Сделать Нам Нужно Теперь Поставить Точки Почему Потому Что Здесь Нестыковка В Развороте Ног Пальцев Рук Руки Дальше Находятся И Надо Я Так Понял Как Мне Объяснили Показать Именно Где Это Все Дело Будет Выбираем Вот Эти Вот Точки Центры Так Теперь Резаль Чуть Отодвигаем И На Нашего Персонажа На Его Вот Эти Пальцы Желательно Тоже Как-то Ловить Это Дело Ставим Точки Точки Ставим Вот 0 1 Минус 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 Три И Точно Также На Тот Же Палец Ставим Допустим Вот 0 Вот 0 Чтоб Потом Не Сбиться Так Вот Она Еще Нога Ставим На Эту Ногу Левая Кнопка Мыши Повторюсь Наверное Повторюсь Так Это Все Дело Подставляем Ну И Девятая Вот Так Но Это Еще Не Все У Нас Еще Пальцы Рук Вот Такая Штука Мы Подставляем Перекручиваем И Начинаем С Любого Пальца Но Чтоб Не Запутаться Так Вот Как бы В Центр Вот Этой Развертки Подчет Чистая Так Теперь Через Альт Отодвигаем Начинаем Тоже С Большого Пальца Чуть Чуть Перекручиваем И Вот У 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 Нискополигональная Была Ставлю 20, 21, 22 Так, вот здесь самое интересное Теперь нужны глаза Вот так, одна, точка, вторая, третья, четвертая Можно их и больше ставить Но я ставлю четыре сейчас Получается 23, 24, 25, 26 пониже Так, и тут точно так же От центра Вот так Так и вот так От центра Вот так Вот так и вот так Также можно поставить Вот здесь вот нос Чем больше точек, тем будет Чуть дольше, наверное, делаться Так Ставим вот сюда Вот сюда 33 Ну и тут 34 Так, можно так же нос поставить Перекручиваем Ставим Вот сюда И сюда Потом сюда И сюда Вот так Вот так Все Нос вроде установлен Так Так, что еще можем сделать Нам нужны обязательно уши Ставим Ставим точку сюда И погнали по уху Ставим тут точно так же Не путаемся Вот 41 Допустим Допустим 42 Так, это Ctrl-Z Ctrl-Z Поставим на ту сторону Точку Вот тоже внимательней Так, 43 И 44 Так, перекручиваем Ставим 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 46 46 47 48 49 Так, это 45 46 47 48 И 49 Бэмс Есть такое дело Так, еще что я хотел бы сделать Это значит шею А, не, мне не шея нужна Мне нужны вот эти плечи Итак, я выбираю Вот здесь точку Так, это наверное Не так выбирается Да, в принципе Так, Ctrl-Z Ну вот полоса Давайте от нее Попляшем Так, ставим 50 51 52 53 И вот здесь 54 Ставим теперь Вот эту 55 Значит Вот на этот верх Сейчас кто-то скажет Наверное О, зачем столько много точек Ну, чтоб уже точно было Чтоб потом Не потратить время И Потом уже Переделаю Что где-то Полигон Не так То пальцы Не так Сетка Легла Ну, здесь тоже Так же сделаем Это значит 56 57 Так, это у нас 58 59 Ну, здесь где-то будет 60 Ну, и верхнюю Вот эту точку 61 Бэмс Так, теперь еще Что хотелось бы сделать Это значит Ну, давайте грудь Получается 62 63 По центру 64 65 И вот здесь 66 Здесь теперь Ставим 67 68 69 Все вроде как Должно Все нормально Теперь получится Все, хватит Пока точек Можно еще Тут было поставить Ну, на колени Там где-то Так Нажимаем Врэппинг Он выравнивается И жмем Старт Врэппинг Первые два У меня на ноуте Прогоняются Нормальная скорость На третье подразделение Уже у меня Уходит очень много Времени А За четвертый Я вообще молчу Там уже у меня Как бы не сутки Ушли Вот это первый Уже прогон Это уже Три из трех Сейчас он должен Выкинуть Иконку Такую Типа Ок Итак, вот Врэппинг Процесс Финиш И жмем Дон Все Теперь у нас верхний Базовый Бэйсмэш Стал Нашим Таносом Вот вы видите Как он Сделал За счет того Что было Замаскировано Внутри Вот эти части Рот Вы видите Как он нормально Тут состыкован Сейчас покажу Так Это что у нас тут А Это уже Поготи А, ну да Рот тут нормально Сделан Ничего нигде Вроде не вылазит Так Чуть-чуть с губой Проблема Но это сделается Проджектал Так Теперь значит Делаем Вот на все это дело Делаем Проджектал Так Проджект Проджектал Быстро сделался Поле F Можно отключить Вот так все Пока наложилось Нам теперь нужно В геометрии На второй SubGIF Переключиться Вот так И заходим В Z-плагины Опять же Start Wrapping Он загружается Здесь уже Выставлять ничего Не надо Просто нужно Нажать Wrapping И Start Wrapping Чтобы он опять Вот это все дело Прогнал На того персонажа Тоже придется Подождать И так вот Второй прогон Закончился Окей Жмем Дон Смотрим Что у нас Получилось С персонажем Делаем ему Опять же Проджектал Наверное Так Отключаем Смотрим Вот такая У него Сетка Стала 29000 Полигонов Так Что-то Тут у меня Экран Темноватый Давайте Я персонажа Посветлее Поставлю О А то я в глине Не привык Работать Получается Вот такая Штука Вот такая Сетка Тут конечно Немножко Все равно Придется Где-то Выгладить Подгладить Подправить Вот такая Вот штукенция Так Ну все Я думаю Лучше Чем ЗРМС По крайней мере Вот именно Вот эти глаза Будет лучше Кости вставлять Анимировать Вот эту Часть Тут Все равно Нахлест Сетки Происходит Нужно Чуть-чуть Ее Повыглаживать Вот Теперь вроде бы Нормально Так Что еще Ну а так Смотрим Пальцы Пальцы Ног Тоже Немножко Тут Вот Вы видите Что они Даже Разъединяются Их можно Потом Анимировать Отдельно Вот Прикольно Значит Так Что еще Ну вот Как-то Так Если вы У персонажа Уберете Полигруппы То Вот эти Полигруппы Проецироваться Не будет И будет У вас Ну Цельный Вот этот Меш Без Полигрупп Допустим Вот так Control Так Отключаем Control W Будет Вот такая Штукенция Вот Так Как-то Это все Дело Будет Делаться И Таким же Образом Добавляйте Третье Подразделение Четвертое Подразделение И так Далее Так Допустим Мне достаточно Вот этих Подразделений Для анимации Мне пойдет Так Вот Рот Вот эта Часть Так Смотрим Graph Size Давайте Чуть-чуть Выгладим О Уже Сетка Там нормально Выравнилась И Control Z Control Z Что у нас Тут с полигруппами Я хочу Вот эти Полигруппы Вот то Что мы маскировали Вы видите Что их тут уже Вот этой части Нету Уже нормально Здесь можно Тоже Наверное Так Control Z Control Z Ну как-то Все это дело Выгладить Так Теперь Что у нас Получается Мне нужно Докрасить Вот эту Внутреннюю Часть Рта Вот эту Мы выделяем Вот так На нее Еще нажимаем Вот ее Можно даже Удалить За Ненадобности Вот так Там Артефакты Тоже Можно Поудалять И вот Внутри Уже Нету Лишних Полигонов Просто Как Шкура Так Control Z Ну я Просто Вот эту Часть Наверное Покрашу Так Теперь C Можно Докрасить Эту Часть Так Что Тут Происходит Так Ну все Вроде бы Нормально Так Теперь Вот эту Часть Тоже Можно Немножко Подкрасить Это Значит Убираем Красный Цвет Вот так Выбираем Кисточку Мофт Опологи И по моему Вот эту Часть Можно Еще Приподнять Да Вот эту Часть Приподнять Делаем Делаем W На Это Все Дело Еще Раз Давайте Спроецируем Проект Тал Нашего Персонажа Так Чуть Чуть Можно Выгладить Где-то Чуть Чуть Оттянуть Раздвинуть Что Тут Еще С Поли Смотрим Вот Одна У нас Полигруппа Теперь Все Вот Этого Персонажа Можно Использовать В Блендер Давайте Сделаем Развертку Так The Wrap Нам Не Нужен UV Master World Clone Так Копии Не Надо Unwrap Прогоняем Делаем Копии Вставляем Так Еще The Plugin Past Прикрепляем Нашу Развертку UV Map Ставим 4K Текстуры Map Crypt New From Poly Paint Развертка Появилась Теперь Геометри И Можно Вот На этом Деле Вот На этом Деле Все Это Дело Удалить Так Других У нас Дивайдов Их 5 Но Их Там Нет Мы Не Сделали Вот 29000 Полигонов Удаляем Удаляем Дивайды Оставляем Вот В таком Виде Нашего Персонажа Экспортируем Его В папку Или на Рабочий Стол Давайте Как Бэйс Бэйс Мэс 12 Потом Переименуется Сохранить Сохраняется Так Что у меня тут Текстуры Мэп У меня сейчас Почему-то Перестали Сохраняться Именно Вот Вместе С моделью Поэтому Я делаю Клон TXT И Сохраняю Вот Отсюда Экспорт Бэйс Мэс 13 Ставлю Допустим На Рабочий Стол Все Теперь Заходим В Блендер И Смотрим Как Он Будет Выглядеть Итак Блендер Английская Так Delete Удаляем Куб Скрываем Все Наш Вот Эти Свет И Камеру И Файл Значит Импорт Оп Находим Рабочий Стол Находим Нашего Вот Этого Base Mesh 12 Он Видите Быстро Подгрузился Так Чуть Чуть Он Стоит Не По Центру Не Беда Подправим И Включаем Видимость Текстуры Так Текстура Почему То Не Подключилась Выбираем Персонажи И Найдем Эту Текстуру Тогда Отдельно Тут Тоже У меня Что-то Происходит Из Блендер И Так Вот Так Все Это Дело Наложилось Вроде Как К И Смотрим Вы Видите Что Развертка Вот Эта Не Соответствует Именно Как Сказать самому вот эту мешу, сетки. Так, здесь я вот в 2.91 сейчас нахожусь. Нужно найти в шейдинге, найти имейдж, и вот здесь находим нашу вот эту развертку, вот она. Находим имейдж, и здесь вот сейчас в этой версии нету флип, развернуть. Так, это вот где-то ж она должна быть, я вот здесь не знаю. Пак, экстракт, так, 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 так. Так, вот в этой версии я вот забыл, где это дело, она тут есть. Где она тут подключается, view, навигатор, тут я почему-то не помню, где она тут должна быть. поэтому давайте зайдем в версию 2.93, а здесь, если кто-то знает, напомните, где это все дело, переворачивается вот эта UV-шка. Версия 2.93 то же самое делаем, так, файл импорт, значит, ops, desktop, находим нашего персонажа, импортируем, единица нам падает, так, свет, камера, долой, смотрим, как тут UV-шка легла, тоже она отсутствует, мы ее опять же находим на рабочем столе, но это только у меня, наверное, так работает сейчас, мне нужно, наверное, заново скачать блендер и переустановить the brush. Вот, недавно вот такая штука началась, теперь находим в 2.93 нашу развертку, находим имидж, и вот флип, флип, вертикал, мы ее подставляем, и теперь нужно ее сохранить, имидж, сейф, сохранить, все, теперь у нас персонаж вот так вот выглядит, смотрим его сетку, вот такая сетка, здесь написано 29 тысяч точно так же полигонов, ну, что-то в таком духе, вот так, если мы нажмем правой кнопкой мыши, шейдер, смут, вот так он у нас так выглядит, и вот видите, что у него присутствуют глаза, все у него тут нормально, и так вот такая информация, вот так вот делается сетка, вот так вот все дело ента происходит, все, всем пока, до свидания, вот так вот